День с толком Смотрите в этом выпуске. Барнаула находится в первой горбольнице. У нее перелом обеих ног. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехало авто, за рулем которого был 18-летний молодой человек. Брава он получил 11 дней назад. Судя по всему, девочка шла по пешеходному переходу на трамвайную остановку или оттуда, когда ее не пропустил автомобиль. Возможно, причиной ДТП стало то, что все стекла машины затонированы, в том числе лобовое. Сейчас ведется следствие. А в целом за 11 месяцев уходящего года на дорогах к краевой столице сбили 153 ребенка. Двоих насмерть. Еще двое до сих пор находятся в коме. Это 10-летний мальчик, которого сбили также на нерегулируемом пешеходном переходе у торгового центра «Ледокол» в сентябре. По словам людей, близких к его семье, легкий ребенка отказали. Живет он лишь с помощью аппарата искусственного дыхания. Еще один пациент в коме – мальчик-велосипедист, которого сбили на дороге в июле. Сегодня в стране отмечают День ракетных войск стратегического назначения. В этом году им исполнилось 60 лет. Для самого закрытого города на карте Алтайского края это очень важный день, ведь всю свою жизнь жители Затосибирски когда-то посвятили армии. Накануне в Сибирском побывали глава региона и журналисты. К слову, попасть сюда не так уж и просто. Как живут люди в городе с особым статусом, расскажем далее. Кабина механика водителя управляет агрегатом. Прапорщик, наш обычный прапорщик, 123,5 тонн. Ракетный комплекс «Ярс» – модификация известного «Тополя-М». Дальность полета этой ракеты – 11-12 тысяч километров. До противника дотянется, говорят в дивизии. Глава региона Виктор Томенко впервые встречается с ракетчиками. Военные Сибирского – одни из первых в стране перевооружились на новые «Ярсы». Для многих государств этот ракетный комплекс – мощное ядерное сдерживание. Наш подвижный грунтовый ракетный комплекс – настоящая головная боль, предмет особой забоченности нашего вероятного противника. Около 6 тысяч человек непрерывно несут боевое дежурство на боевых постах. В боевом составе сегодня находится около 400 пусковых установок. Ровень, который мы сегодня увидели, он очень высокий, он очень достойный. Но из этого можно сделать вывод, что надо постоянно продолжать поддерживать его в таком высоком качестве. Четыре года подряд зато Сибирский становился лучшим закрытым образованием РВСН во всей стране. Это сейчас в городе есть спортивные центры, бассейн, дом культуры, комфортное жилье. В 80-х годах, когда Сибирский только начинали строить, военным семьям приходилось жить в холодных палаточных городках, деревянных казармах. Сейчас население зато 12 тысяч человек. Треть из них – дети. Вопреки стереотипам, жизнь за забором есть. Да и дети не бегают с рождения с автоматами. Это музыкальная школа. Не каждая барнаульская оснащена такими инструментами или интерактивной доской для сальфеджио. Точно так же, как и не в каждом детском саду края, увидишь собственный бассейн и сауну. Виктор Томенко посетил один из трех детских садов Сибирского. Зато Сибирский без преувеличения называют самым безопасным местом в Алтайском крае. Несмотря на то, что на такой маленькой территории расположено оружие, которое может уничтожить половину планеты. Надеемся, что ракетчикам никогда не придется использовать его в деле. Ирина Корчегина, Николай Шилко. День с толком. Уже в начале года Алтайский край получит финансовый проект по федеральной программе развития сельских территорий. Об этом сообщил председатель АКЗС Александр Романенко, который участвовал в итоговом совещании накануне реализации программы в Москве. Госпрограмма принята, добавил Романенко, пусть и не в том объеме финансирования, которое предлагали регионы. Паспорт программы 80 миллиардов, а федеральный бюджет выделяет лишь 35. Поэтому участники встречи во главе с замминистра сельского хозяйства Иваном Лебедевым решили и дальше объяснять необходимость увеличения средств. Эти деньги нужны в том числе и для следующих предложений. Дать возможность включить в государственную программу разработку проектно-смертных документаций на те объекты, допустим, капитальных вложений, которые очень объемные, весомые. Посмотреть на выпадающие доходы, которые сегодня несут самые разные инвесторы, которые создают социальную или другую инженерную инфраструктуру. В начале года регионам должны прийти документы с бюджетом программы. Тогда в крае смогут понять, на что потратят такой объем. Дальше министерства займутся подготовкой проектов под эти средства. Но в планах Романенко продвинуть и разрешение других проблемных точек. Закон о регулировании семеноводства, чтобы заменить импорт отечественной продукции. Есть вопросы и к качеству землепользования, когда недобросовестные товаропроизводители нарушают земельный баланс. Сегодня в регионе объявят имена первых обладателей званий «Заслуженные артисты» и «Заслуженный работник культуры Алтайского края». На закрытии года театра также вручат семь губернаторских премий актерам и студентам Института культуры. На одной сцене окажутся артисты сразу шести театров края. Молодежного, драматического, музыкального, кукольного, бийского и рубцовского. Артисты в образах героев в спектакле и будут встречать гостей в фойе. Оркестр мускомедии даст концерт. Телеканал «Толк» и программа о животных ко мне запустила новогоднюю акцию «Помощник Санта». Для приюта «Бусинка» мы собираем средства на корм их подопечным. Подробности у автора программы Полины Ждановой. Она обычная, хорошая кошка, ласковая, социальная, активная. Ей нужно много гладиться, как я вижу. Ей очень нужно много гладиться. Обычная ласковая кошка без клички вместо дома живет в приюте, как и еще 400 кошек и 38 собак. Приюту «Бусинка» всего два года и чем больше появляется подопечных, тем больше расходов. В день уходит минимум 17 килограмм корма. То есть в наполнителе, проще сказать, мы берем 2,5 тонны в месяц. Мы решили помочь приюту и организовали благотворительную акцию «Помощник Санты». Собранные средства пойдут на закупку корма питомцам. Принять участие в акции можно, купив фирменный стикер. Вот так выглядят наши стикеры акции «Помощник Санты». Их можно приклеить на стаканчик с кофе. Можно приклеить вообще туда, куда вам захочется. Стоит он всего 20 рублей. Сумма небольшая, но кошечкам и собачкам приюта «Бусинка» наверняка будет очень приятно, что вы сделали вклад в их жизнь. Три сети кофеин стали нашими партнерами. Стикеры есть во всех точках компании. Ежедневно в одной кофейне продают больше 20 лапок. Любая уважающая себя более-менее большая компания, даже маленькая, должна принимать участие в таких акциях, потому что это важно. Всего лишь стикерам вы уже могли с какой-нибудь маленькой собачки покушать целый день. Надо заботиться о наших меньших братьях. Надо всем помогать. Потому что все, что вы делаете, любое добро, что вы делаете, оно возвращается. А в одной из сетей, «Кеннадис Кофе», решили продать все наши стикеры и пообещали делать это и после окончания акции. Добавочно они придумали и свою. При покупке американо либо эспрессо любого объема, с каждой покупки 5 рублей начисляется в благотворительный фонд «Бусинка». Помимо этого, корм для кошек и собак можно приносить в нашу редакцию по адресу Короленко 51. А еще лучше, если вы не просто накормите питомца, а подарите ему новый дом и добрых хозяев. Пальна Жданова, Илья Халяпин, Николай Шелко. День с толком. Необычные жители появились в индустриальном районе на пересечении Павловского тракта и улицы Малахова. В Барнаульце заметили хомячков, которые поселились на пока не обустроенной территории на задворках автоцентра. По словам горожан, разместившим видео с этими забавными и явно упитанными грызунами, те не боятся ни людей, ни шумостроительных работ. Более того, местные жители их, похоже, подкармливают. Некоторые комментаторы, впрочем, советуют обращаться с животными осторожнее, ведь дикие грызуны могут быть не только агрессивными, но и переносчиками опасных болезней. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эволар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей.